За спойлер немножко. Итак, меня зовут Олег, я работаю в компании Тинькофф. Я надеюсь, что вы все так же, как и я, получили удовольствие от наших предыдущих спикеров, которые рассказывали нам очень интересные вещи, которые относятся к настоящей value, к тому, как нам работать с настоящими СУБД, делать настоящие продукты и предоставили для вас замечательные, готовые к проду библиотеки, которые они сами уже используют в проде много-много месяцев. И, соответственно, предлагаю вам отдохнуть вместе со мной и поговорить о некотором более абстрактном концепте, скорее даже некотором паттерне, который уже некоторое время снует вокруг и внутри функционального программирования под названием higher kind of data. Или можно перевести что-нибудь типа «данные высшего рода», хотя это немного странно звучит. Это больше такой рассказ именно про паттерн. У нас есть небольшая библиотека, которая скорее больше proof of concept, никакого value особого не будет в докладе. Это скорее, как выразился один хороший человек, мы займемся поклеиванием обоев в башне слоновой кости. Итак, что же такое данные? В русской Википедии что-то очень странное написано. В английской Википедии есть специальная статья про структуры данных, и из нее мы узнаем, что есть что-то похожее, что, естественно, языками программирования мы пользуемся для того, чтобы так или иначе обрабатывать информацию, и для того, чтобы удобно ее было обрабатывать, мы ее как-то скрупулезно организуем, специальные структуры данных, которые, возможно, нам даны изначально, либо мы можем выступить даже некоторыми дизайнерами этих структур данных. В национальном программировании мы пользуемся некоторыми такими кирпичиками, из которых мы можем построить свои сложные и всеобъемлющие, описывающие, точные типы данных. Такими кирпичиками в основном выступают произведения типов, суммы типов, функции и некоторая рекурсия внутри этих типов данных. По крайней мере, так утверждают некоторые ярые идеологи. В этом докладе мы больше сосредоточимся на произведениях типов данных, потому что для них задача, скажем так, решается наиболее явно и просто. Итак, что же такое произведение функционально-программирования Scala? Ну, оказывается, что это что-то очень простое, что вроде структурки с пачкой именованных полей. В Scala у нас есть кейс-класс, как видите, у нас есть набор каких-то полей, у каждого есть имя и тип. И работать с этими структурами очень удобно, благодаря тому, что у вас есть фиксированный набор имен и типов. Вы можете легко создать структуру, даже использовав ее имена полей для того, чтобы понять, какой кусочек данных куда положить. И компилятор сделает вам, выполнит все проверки типов на лету, не даст вам положить то, что не должно лежать в месте, где вы ожидаете, где лежит нужный тип. Лист строчек у вас будет лежать только там, где должен быть лежать лист строчек. Целые числа будут лежать только там, где должны быть целые числа. Соответственно, точно так же любой код, который будет использовать вашу структуру данных, будет автоматически сопровожден каким-то выводом типов. Все это очень удобно, и мы пользуемся этим бесконечно для описания наших предметных областей. И обычно мы определяем большое количество таких вот рекордов с кучей полей зачастую. Как мы помним, даже 22 для нас слишком ограничивающие пределы. Слава богу, мы уже давно можем за него выйти в кейс-классах. Но, тем не менее, рано или поздно может случиться так, что нам поступит какая-то странная задача, которая немножко не вписывается в наши прекрасные представления о том, как тип данных должен выглядеть. Например, мы создали какую-то структуру данных с нашими полями, и вдруг нас оказывает, что мы теперь должны хранить частично заполненную структуру данных, где частей полей нет, и потом их каким-то образом дополнять новыми данными, которые могут прийти с клиента или еще откуда-то. Что мы делаем? Ну, один из довольно распространенных подходов к этому — ну, как-то накостылить. Мы, например, можем использовать какую-нибудь мапку из стринга в любой тип, сложить туда те поля, которые мы в данный момент имеем. Дальше, когда у нас появятся новые поля, мы сложим новую мапку, можем легко эти мапки совместить, и дальше вручную или полувручную написать какую-нибудь сложную-сложную функцию, которая будет проверять, что каждое поле снова имеет нужный тип, что все поля, которые необходимы для конструкции нашей структуры данных, у нас есть, и выполнить в некотором смысле фактически десериализацию, декодирование из вот этого странного формата в нашу структуру данных. Все это приводит к нас к удручающим последствиям, такая вечно живущая картинка, которая всегда возникает в этом месте, о том, что, к несчастью, если мы придумываем самые простые решения, мы получаем большое количество возможных ошибок типов там-сям. Альтернативным решением могло бы создание нового типа данных. Ну, например, мы могли бы создать просто копию, копипасту нашей структуры данных, создать новый person, у него будет те же самые четыре поля с теми же самыми именами, зачем придумать новые, но каждое поле у нас будет теперь окружено каким-то новым конструктором, например, option, который будет говорить о том, что у нас теперь это поле опционально. И даже last name, который и так был опшеном, мы все равно его еще раз зафигачим в опшен, на всякий случай, чтобы отличать известно отсутствующую фамилию от фамилии, которая нам пока неизвестна, но она может присутствовать. Дальше мы напишем какой-нибудь код, возможно, в руками, возможно, с использованием каких-нибудь страшных макросов, о том, каким образом эти структуры данных можно превращать друг друга, точно так же выдавая какие-то ошибки на лету. И напишем кучу кодеков, опять же, для того, чтобы читать все данные, писать все данные точно так же, как мы бы сделали с новой структурой данных. Несмотря на то, что никакой особо новой сущности мы в нашу базу не ввели, мы получили еще один такой же кусок кода, который теперь нам нужно саппортить, у которого у нас есть теперь целый набор кодеков, и мало того, нам еще нужно следить, чтобы он был более-менее синхронен в своем представлении с оригинальным типом данных. Соответственно, есть еще несколько возможных вариантов, например, мы можем использовать рефлекшн, какие-то структурные типы, которые в скале есть, ну и мы получаем примерно те же самые проблемы, что и с мэпкой, и с стринкой, и пенни, только еще, возможно, какие-нибудь странные выстрелы в ногу от живого рефлекшна. Можем использовать шейплесс, который в некоторых случаях даже не сильно уменьшает количество кода по сравнению со скопипастченными типами, зато очень сильно нагружает нас в когнитивном восприятии кода, обхода всех этих гетерогенных списков, маппинга, и, конечно же, как всем известно, несколько замедляет время компиляции, которое и так не то чтобы было самой приятной частью скалы. И с течением жизни проекта таких задач может возникнуть еще большое количество. У нас может, например, потребоваться какая-нибудь структура, которая описывает возможные варианты для каждого поля. Ну, может быть, для тестов или для списка вариантов для ввода с фронта. Часто бывает такое. Может быть, нам нужна какая-нибудь специальная мутабельная версия нашего типа данных для того, чтобы каждое поле было отдельным мутирующим типом, который висит где-то там в памяти, и запросы могут его менять текущее состояние. Например, какой-нибудь промежуточный буфер перед тем, как в базу все это сохранить. Возможно, нам потребуется какой-нибудь специальный тип данных, где мы можем отслеживать стримы изменения каждого из полей, раз уж они у нас мутабельны. Возможно, какой-нибудь специальный тип данных, который будет представлять нас собой набор таких подписчиков на каждые из возможных полей, так, чтобы их можно было, этот стрим, эффективно слушать и подписываться с копом. В общем, большое количество организационных задач, которые, каждую из которых придется решать каким-то вот из уже имеющихся способов, все из которых не очень приятны. И, соответственно, все, что мы можем сделать, и что мы можем сделать в этой ситуации, было давным-давно описано. Большое количество разработчиков и в компиляторах, и в прикладных каких-то проектах давно используют похожий паттерн под названием higher-kinded data. Вот здесь у нас есть такая вот ссылочка на какой-то хаскелевый блок, который описывает, как это правильно делать на хаскеле. Но я вам сейчас расскажу про скалу. Соответственно, для того, чтобы представить все эти типы данных в одной структуре, вместо того, чтобы копипастить, мы можем один раз создать структуру данных, где каждое поле заранее, каждый тип погружен в некоторый заранее неизвестный type constructor. То есть это будет некая функция типов, некий type constructor вроде option, листа, стрима, или что вам придет в голову, который выполняет одну конкретную задачу. И получается, это некий тип данных, некий параметр мы добавляем в нашу структуру данных. И этот параметр имеет этот тип, но это тип высшего рода. То есть это не просто тип, которым можно взять и типизировать какую-то переменную или результат функции. Нам нужно в него его применить к какому-нибудь другому типу. Поэтому это не простой тип, а очень высокородный тип. И вся эта конструкция называется higher-kinded data. И благодаря вот именно такой конструкции мы можем взять и восстановить. Наш оригинальный тип становится вот таким вот типом данных, примененный к id или к identity. Кстати, вот в скале 3 мы можем написать, что вроде вот так будет выглядеть наша identity. Сейчас я уберу мышку, чтобы вы видели. Это вот такие вот простые type lambda на языке скала 3. Наши специальные частично заполненные структуры у нас будут выглядеть как применение нашей структуры к option. Наша структура с вариантами будет выглядеть как применение нашей структуры к списку. Мутабельное как применение к типу мутабельной ссылки. Наша структура данных с потоками изменений, примененная к потоку. Ну и так далее. То есть практически мы выразили все наши разновидности копипасты, сорта наших вспомогательных типов вот с помощью такой структуры. И в этом суть, в этом суть этого подхода. То есть в принципе все, весь остальной доклад будет рассказывать, как с этим подходом можно потенциально работать. Какие библиотечные функции и как можно описать для того, чтобы с такими вариантами работать. Но суть hierarchy in the data, она уже здесь выражена. Вы можете взять вот этот подход прямо с этого слайда и идти его внедрять, если он вам понравится. Так как же действительно работать с ними? Ну, мы написали. Хорошо. Мы теперь лишились некоторой проблемы синхронизации. Мы точно знаем, что в каждом из вариантов у нас одинаковые поля, с одинаковыми нами, с соответствующими типами данных. Это хорошо. Но все преобразования, все некоторое взаимодействие этих типов данных друг с другом нам все равно нужно описывать руками. Или нет? Ну, на самом деле оказывается, что этот паттерн нам открывает много интересных вещей в плане того, как вообще в принципе работать с имплиситами, с инстансами type-классов для вот таких типов продуктов. И оказывается, что мы можем использовать этот же паттерн для вспомогательных задач, для генерации каких-то вещей, какой-то информации, возможностей в отношении наших кейс-классов. Давайте рассмотрим простую задачу. Представим, что у нас есть какой-то такой псевдо-type-класс, означающий, что у нас известно имя для очередного поля. То есть это даже не type-класс, это просто некая информация. И мы можем попробовать взять и заполнить нашу структуру данных просто стрингами, где каждому полю будет соответствовать очередная строка, очередное значение типа string, соответствующее его имени. Да, вот таким вот образом мы могли бы написать такой вот инстанс и даже использовать его как имплисит. Во всех местах, где мы хотим разом, скопом узнать имена всех полей и каким-то образом их использовать, мы можем теперь требовать вот такой names от нашей структуры данных. Не обязательно делать type-лиасами, наверное, вывод имплиситов будет сделан, что получится сделать, например, непрозрачными type-лиасами или каким-то трейтом. Это не столь важно. Сейчас здесь для простоты в самой простой форме это написано. Так вот, оказывается, нам не нужно написать этот код руками, оказывается, в скале 3 все так хорошо уже с работой со структурами, что мы можем просто взять и вывести этот код, написать одну функцию, которая у нас сгенерирует имена для всех возможных higher kind of data, для всех возможных вот таких вот типов произведения высшего рода разом. То есть у нас уже есть все необходимые функции, это будет что-то вроде макроса, некая inline-функция, если вы еще не знаете, вы можете пойти на документацию нашей скалы 3 и посмотреть, но оказывается, что это буквально одна строчка, которая будет работать точно так же, как этот код, и навеки решит все ваши проблемы с тем, чтобы получить имена. Помимо имен для каждого поля мы на самом деле можем получить более серьезную гарантию. Очень часто в различных, в различной генерации кодека используется вот такой некий код, который гарантирует, что для каждого из типов наших полей у нас есть экземпляр какого-то type class. Например, для энкодера нам нужно, чтобы у нас был энкодер для каждого из полей, для декодера для каждого из полей, для вот такого простого type class, как show, который занимается просто превращением нашего инстанса в читаемую строку, которую можно выяснить, например, в консоль, если вы отлаживаете println. Я, например, так иногда делаю, к несчастью. Вы можете спокойно взять и воспользоваться вот такой вот генерацией специальной структуры данных, которая будет заполнена для каждого из полей этим экземпляром type class. То есть вот мы здесь определили такой метатип, который означает, что наша структура данных высшего рода применена к типу type class. То есть в данном случае в первом поле у нас будет здесь show от int, стринга, во втором у нас будет show от optional стринга, здесь у нас будет show, от чего там был int, здесь там список стрингов и так далее. То есть в каждом месте будет стоять соответствующий экземпляр типов классов с помощью вывода типов скалу легко может понять, что сюда подставить. Почему-то сам он в этой позиции нормально в RC3 не работал, поэтому написал implicitly, который почему-то сработал лучше. На самом деле вам не нужно писать такой код. Опять же, чтобы сгенерировать такой специальный квази-type класс, который говорит о том, что у вас есть экземпляр type класса для каждого из типов поля, вам опять же нужно писать одну строчку раз и навсегда. Вот код, который в скала 3, уже производит то, что нужно для всех возможных ваших higher kind of data. Вам один раз нужно писать эту функцию и больше не париться. Она, конечно, уже есть в нашей proof of concept библиотеке. Ну, чтобы делать что-то более серьезное, нам придется вспомнить про иерархию функторов, нашу, естественно, самую любимую часть функционального программирования, о которой рассказывали на тысячах и тысячах таких же метапов, сравнивая функторы то с контейнерами, то с буррито, то есть чем угодно. Мы сейчас немножко вспомним. Мы опять же будем пользоваться синтаксисом скала 3 для того, чтобы описывать наши абстракции. Итак, у нас есть, допустим, самая базовая абстракция — функтор. Функтор применяется к некоторому типу данных, у которого есть один простой параметр, простой параметр типов. И она говорит, что если у вас есть функция, которая преобразует какой-то тип данных в другой тип данных, тогда вот наш type-конструктор, примененный к первому типу данных, можно целиком превратить в type-конструктор, примененный ко второму типу данных. Здесь мы воспользуемся таким упрощенной версией наших пока не настолько hierarchy-kind data. Это будет такая простая data, не очень активно используемая, где у нас все еще будут именованные поля, но все поля будут одного и того же типа. Это может быть person, где каждое поле — это string, person, где каждое поле — это int, ну и так далее. И оказывается, если мы вот таким вот образом определим наши параметрические типы данных, мы легко можем сгенерировать для них экземпляр функтора. Чтобы построить такое преобразование, которое берет функцию и целиком превращает у нас person, примененный к одному типу, в person, примененный к другому типу, мы можем просто сконструировать person и применить эту функцию каждому из полей. Это, в общем, довольно очевидный код, и опять же, забегая вперед, конечно, вам не нужно писать его руками. Конечно, в библиотеке уже будет какая-то вещь, которая все это уже делает с нормальными, с типами данных, hard-kind, не с простыми, конечно. Но самое главное, что вы должны понять, что это естественное поведение для вот таких вот параметрических типов, где каждое поле — это типа, что для них есть функтор. Дальше один из проклятых тип-классов — это pure. Он проклят, потому что его выгнали изо всех библиотек, потому что он, не знаю, заставляет людей писать плохой код или что-то вроде этого. Он говорит, что если у вас есть значение, вы можете сконструировать вот вашу структуру данных или ваш какой-то там type-конструктор другой, примененный к этому типу, сконструировав его, имея всего лишь одно значение этого типа. И опять же, вот такой вот pure, который мы вообще применяем, если кто-то знает, забегая вперед для всяких аппликативов, мы опять же можем реализовать эту операцию для нашей вот такой вот урезанной версии параметрического типа данных. Опять же, мы можем просто взять и поставить это значение в каждое поле. Очевидно, довольно просто. Следующий более сложный вид функторов — это так называемый полугруппный функтор, который снабжен очень важной операцией комбинации. То есть у вас есть два экземпляра ваших type-конструкторов, примененных к разным типам данных. У вас есть два. И у вас есть функция, которая каким-то образом эти типы данных комбинирует. Вот эти вот аргументы. Тогда вы можете скомбинировать ваши обе структуры и скомпозировать новый конструктор, который примен к результату этой функции. То есть вы можете брать и реально комбинировать значения внутри ваших структур. В данном случае к нашим простым параметрическим структурам это означает, что мы можем их комбинировать поэлементам. То есть мы берем нашу функцию двух аргументов и поочередно применяем каждой паре соответствующих полей. Несмотря на то, что типы, в общем-то, не заставляют нас здесь пользоваться одинаковыми полями в каждой позиции пока что для простых вот таких вот структур, ну, естественно, что это было бы совершенно логично, если для каждого поля, каждая функция у нас возвращала комбинацию соответствующих полей. Что-то похожее на зип-листы, у нас здесь прорисовывается. Дальше комбинация вот этих двух элементов, такого pure типа с полугрупальным типом, у нас образует моноидальный функтор или аппликативный функтор. Это просто функтор, который имеет и то, и другое. Он умеет сконструировать, имея ноль элементов и просто одно значение типов, сразу значение вашего type-конструктора, примененное, используя операцию pure, и одновременно он умеет скомбинировать два значения в одно. Таким образом, сколько бы у вас не было изначально экземпляров вашего type-конструктора, 0, 1, 2, 3, 4, не знаю, счетная бесконечность, возможно, даже в некоторых случаях. Вы можете их всех схлопнуть, скомбинировать в один экземпляр с помощью вот такого типа аппликатив. Ничего особо интересного, о нем больше нельзя сказать. И один из самых любимых и важных типов, который уже непосредственно относится именно к контейнерам, и увидев, в которой вы знаете, что ваш фунтур — это не просто фунтур, этот type-конструктор — это обязательно контейнер, некий класс traverse. Traverse означает, что вы можете взять вот такой вот моноидальный или аппликативный эффект, применить его к каждому значению внутри вашего контейнера, получить таким образом много таких вот эффектных значений и все их схлопнуть. Да, то есть и ваш traverse означает, что ваш контейнер точно знает, в каком порядке это делать. Какой бы ваш аппликативный фунтур ни был, он может требовать и для него значимый, может быть, порядок схлопывания. Ваш контейнер точно знает, в каком порядке лежат все элементы. Он может все элементы перебрать и все элементы схлопнуть и получить результирующий контейнер нового типа внутри вот этого вашего эффекта. И, соответственно, в Твиттере, возможно, вы знаете, некоторые люди обожают рассказывать, что traverse — это самый-самый важный тип данных. И что интересно, что для нашей структуры данных, которая состоит из заранее известного количества элементов заданного типа, traverse можно тоже определить. Мы применяем нашу эффектную функцию каждому из полей и комбинируем все их эффекты в одну большую структуру, затем оборачивая нашим конструктором. Получаем person, где мы обошли на одно за другим все наши поля, все их схлопнули и все их положили в нашу результирующую структуру. Такой очень важный эффект, очень важная штука, которая позволяет рассматривать нам нашу структуру как коллекцию, по сути, контейнер. Надеюсь, с этим все понятно. Если непонятно, то здесь довольно простой синтаксис Scala 3. Специально использую Scala 3, потому что в Scala 2 все это выглядит гораздо страшнее. Итак, мы просто определяем инстансы, просто определяем какие-то методы и, надеюсь, это не очень сложно. Самый главный код, который вы видите, находится вот здесь. Как мы эти штуки реализуем. И простыми фунтерами дело не ограничивается. У нас в Scala есть библиотека под названием Cats Tagless, которая, видимо, по названию предполагает, что ее лучше всего использовать для Tagless Final кодировки или что-то вроде этого. Она предоставляет нам набор новых тайп-классов. Некоторые предоставляют, некоторые нам пришлось самим выдумать для работы с вот почти теми же самыми вещами, но на уровень выше. Самое главное отличие, что теперь каждый раз, когда мы говорили о функции, которые преобразуют тип А в тип Б, теперь мы будем говорить о некоторых преобразованиях или higher-kinded функции, которая у нас целиком может преобразовать любой тип конструктор, вот данный один тип конструктор в данный тип конструктора для любого заданного типа данных. То есть она не меняет параметр типа, примененный внутри, она меняет только вот эту вот, можно сказать, оболочку, только сам в рэпер тип, type конструктор. И, соответственно, в Scala 3 мы можем воспользоваться таким вот упрощенным синтаксисом для полиморфных функций, чтобы обозначить, по сути, то же самое. Это здесь два варианта одного и того же написано. Соответственно, имея вооружившись этой штукой, мы можем определить, например, higher-kinded функцию. Higher-kinded функцию, он практически как обычный функтор, только теперь мы работаем с такими вот более сложными, опять же, higher-kinded type конструкторами, то есть type конструкторами, чей даже аргумент типов тоже высшего рода. Таким, такая, type конструктор следующего уровня. И мы точно так же, как с обычным функтором, можем сказать, что если у нас есть преобразование из какого-то одного type конструктора F в type конструктор G, мы можем вот все места, где, скажем так, встречается или производится F внутри U, мы можем взять и заменить их на G. Такое вот определение типа классов higher-kinded функтора. И вернемся к нашим любимым, к нашим любимым higher-kinded типам данных, к нашим структурам, где мы, опять же, имеем некое совмещение параметричности, некого типа, который проставлен в каждом месте. Но с другой стороны, у нас снова есть типизация, то есть снова наши поля разных типов. И оказывается, что higher-kinded data в такой формулировке легко мы можем определить, точно так же, как мы делали 4 слайда назад, легко можем определить простой higher-kinded функтор для вот уже такой полноценной higher-kinded data. Точно так же, как в случае с простым функтором, мы просто применяем функцию каждого поля. Так как она сохраняет тип внутри, мы гарантируем, что F от стринга превратится тоже в G, от стринга. Таким образом, она хорошо зайдет у нас в person of G в роли первого поля. F от int превращается в G от int. Таким образом, она подойдет в роли третьего поля для person of G и так далее для всех остальных полей. Опять же, как вы догадываетесь, писать руками такое не нужно. Но самое главное, что вы должны понимать, что мы можем определить такой инстанс. Он естественен для higher-kinded data. Точно так же, естественно, вот такой вот интересный экземпляр pure-key. Совершенно нетривиально, как правильно определить такие точечные функторы pure-key для higher-kinded data, но в данном случае мы используем такую трактовку, что наша точка — это некоторый такой генератор. То есть наша некоторая F, у нее есть некое дефолтное значение для любого типа, которому он бы не был принят, у него найдется дефолтное значение. Например, для option это дефолтное значение может быть none. Для списка это может быть пустой список. Для, например, какой-нибудь future или zio или io это может быть, ну, например, какой-то конструктор, который сразу генерирует ошибку, да, ему не важно, что за результат вы хотели вернуть, он генерирует ошибку или никогда не генерирует, бесконечный процесс. И точно так же, как и в случае с простым pure, с простым точным функтором, мы можем определить инстанс такого типа класса для нашей higher-kinded data. Естественно, мы просто вызываем генератор, чтобы сгенерировать каждое из полей нашей структуры. Это естественно и очевидно. Apply-k — это еще один тип данных из библиотеки Cats Tagless, и он представляет одну из самых важных вещей, которые у нас здесь представлены. Мы можем комбинировать, то есть взяв два экземпляра нашей структуры, мы можем их скомбинировать с помощью какого-то вот такого бинарного преобразования, которое берет два разных type-конструктора, примененных к одному типу А, и возвращает какой-то третий type-конструктор, примененный к тому же самому типу. Мы можем брать структуру, которая заполнена реальными данными, брать имена полей или брать какие-то экземпляры type-классов или что мы там написали до этого, и комбинировать их с помощью какого-то преобразования, которое сработает для двух любых вот таких вот type-конструкторов. И, имея нашу структуру, мы, опять же, легко можем написать. Имея какое-то такое бинарное преобразование, нам просто нужно применить его каждой из пары соответствующих полей. И вот тут уже нам не отвертеться, потому что, чтобы получить результирующий тип от стринга, мы обязаны поставить сюда f от стринга и g от стринга. Таким образом, здесь мы, по крайней мере, гарантируем, что типы данных у нас довольно сильно намекают, что мы должны комбинировать именно соответствующие компоненты наших структур. И мы видим, что мы можем определить такой инстанс. Мы можем комбинировать наши higher-kind data, практически любые, с помощью инстанс, написанных вручную или автосгенерированных. Опять же, аппликативный фунтер высшего рода, он или моноидальный фунтер высшего рода просто комбинирует эти две операции. Это то, что не определено в CatStagless, но определено, например, в Toho. Просто две этих операции, куча каких-то дополнительных методов, которые нам могут пригодиться. Можно даже сейчас не особо смотреть на код. Главное увидеть, что он объединяет эти две вещи. И вот такая новая вещь, которая до этого сложно представить, для чего ее можно было использовать, это некая форма Traverse Key. Это специальный instance traversable для индексированных контейнеров, по сути. То есть наша структура данных представляет собой не только структуры данных, но теперь это, по сути, некоторые контейнеры фиксированного размера, индексированные типом для каждого элемента. И мы можем их точно так же обходить, мы можем их траверсить. Для этого нам каждый элемент, который обернен в какой-то Type Constructor, мы можем превратить в такую комбинацию двух других Type Constructor. Для внешнего комбинатора мы требуем аппликатив, мы требуем, чтобы он у нас склеивался. А внутренний, нам не важно какой, мы его оставим без изменений. Тогда внутренний Type Constructor остается у нас внутри нашей структуры данных. А внешний, с помощью операции типа MapZipWid или Map2, мы склеиваем их все в одно. Соответственно, обратите внимание, что в данном случае мы требуем совершенно обычный аппликатив, совершенно обычный моноидальный фунтер для нашей вот этой оберточки G, потому что это обычный Type Constructor, не какой-то там слишком высокоуровневый. И опять же мы можем сказать, что мы действительно можем рассматривать наши higher kind of data как такие вот структуры данных, такие контейнеры высшего рода, скомбинируем все их поля и запихну все значения в наш конструктор. Опять же, здесь довольно важно, что типы здесь будут проверены, что результат first name у нас будет h от string, результат f от last name у нас будет g от h от option, от string и так далее. Они все у нас склеятся, снаружи у нас будет g, внутри у нас все будет скомбинировано с помощью функции, которая берет h от string, h от option, h от int, h от list от string, и все у нас сложат в одну структуру, получая person of h. То есть мы взяли, прошлись по всем полям одно за другое, выполнили для каждого, возможно, какой-то эффект, либо получили какую-то информацию о нем, получили дальше эту агрегированную информацию или агрегированный эффект, а все результаты внутри сложили в структуру, одновременно и скомбинировали эффекты, и сконструировали что-то новое. И здесь на этот слайд не нужно вглядываться очень подробно, но те, кто знаком с библиотекой TOFU, знают, что у нас есть некая вещь под названием представимые функторы высшего рода, мы не будем в это углубляться, но оказывается, что если мы совместим наш вот этот вот higher-kinded traverse и наш представимый функтор высшего рода, у нас будет как раз тот самый type class, который в точности описывает множество наших higher-kinded data, то есть все вот эти наши контейнеры вот такие индексированные, это с точностью то, для чего можно определить разумный инстанс крафт. Таким образом, крафт говорит, что это либо higher-kinded data, либо что-то, что изоморфное, что-то, что по сути обладает теми же самыми характеристиками. И что самое интересное, в нашей библиотечке, о которой мы скажем, мы определили некий, мы написали код, который может автоматически выводить экземпляр этого класса. И самое главное, что этот representable k у вас автоматически дает аппликатив k, то есть вы имеете, по сути, комбинацию всех type-классов, о которых мы только что говорили. Все возможности у вас уже даны. Ну что это значит, например, да? Вот мы определили такую очень-очень сложную, непонятную конструкцию. Что это нам дает? Ну, например, мы можем взять и написать раз и навсегда, опять же, в библиотеке, не в вашем коде, не в коде вашего проекта, в продукте для каждого типа данных. Нет. Один раз в библиотеке написать вот такой вот инстанс, который у вас раз и навсегда сгенерирует маноид, то есть комбинатор, такая штука, которая у вас может скомбинировать любое количество экземпляров вот ваших как раз опциональных вариантов вашей структуры данных, которые часть полей содержит, а часть не содержит. Empty — это будет вот такой вот pure key, который каждое поле заполнит none. Каждое поле будет отсутствовать. Это дефолтное значение для вашего маноида. А имея два экземпляра для вашего маноида, вы можете воспользоваться операцией or else. Притом, как видите, в нашем этом специальном маноиде мы предпочитаем поля справа. То есть предполагая, что если одинаковое поле есть и в X, и в Y, мы более приоритетно считаем, что нам важны X, Y, и только для тех, для которых нет, мы берем из X. Такой простейший маноид, который автоматически производит у вас, по сути, все, что вам нужно для работы с вашими опциональными типами данных. Следующий такой, скажем так, паттерн для написания кода, библиотечного кода для higher candidate data, можно сказать, комбинация и обход. Это, по сути, некое одновременное использование инстансов apply-k или аппликатив-k и traversable-k. То есть это два таких важных тип-класса, которые вам нужно постоянно использовать. Один у вас может комбинировать несколько инстансов, а второй у вас может обходить их, вытаскивая из них какую-то информацию или совершая эффект для каждого из полей. Например, в данном случае мы можем взять наше опциональное поле и превратить его в обычную структуру данных, то есть в data.identity, наш билдер, наша частично определенная структура данных, мы проходимся по всем полям и определяем, если у нас это поле задано, если у нас some, то мы просто возвращаем a, возвращаем right. А если нет, мы возвращаем left с непустым списком нашего поля. И таким образом, по выходу из этой функции, если все поля заполнены, мы получим right от нашей полностью сконструированной нормальной структуры данных, а если не заполнены, мы должны получить не пустой, гарантированно не пустой список всех имен полей, которые в нашей структуре отсутствуют. Код, который вам нужно написать один раз для всего вашего проекта, используя, по сути, вот только traversable и apply card. Вот пример, да, у нас, допустим, есть наш опциональный option, то есть что-то, что вы можете написать где-нибудь в вашем продуктовом коде. У вас есть первая структура, у вас есть, вы инициализируете, например, сначала пустую структуру данных, дальше в каком-то месте вы заполняете в ней два поля, да, вам не нужно перечислить все там 40 полей, которые есть в вашей структуре, вы можете заполнить в ней только те, которые вам интересны в данный момент, скопировав вот эту изначально пустую. В другой структуре данных вы заполняете еще какие-то поля. Вот у нас оказалось, что это два других поля. У вас, получается, две частично заполненных. И дальше мы можем попробовать скомбинировать обе эти структуры и попробуем запустить нашу функцию build, наш метод расширения, который мы только что определили. И посмотрим, что выглядит нам такой main. Я не буду переключаться в окно с VS кодом, но поверим, что у нас действительно этот код выведет для пустой структуры данных, не пустой список, который обещает просто все поля, которые есть в структуре, потому что они все пустые изначально. Во второй у нас выведет только ag-tags, потому что их мы здесь не перечислили. В другой first name и last name, потому что только их мы здесь не перечислили. И в третьем у нас успешно сконструирует нашу структуру. Таким образом, мы автоматически, идеальным образом получили код, который экстрактит вашу готовую к использованию нормальную структуру из вот такой вот частично заполненной. Одну, например, вы прочитали с UBD, вторую вы прочитали с фронта, скомбинировали и автоматически проверили, что все у вас заполнено без какой-либо шейплесс-магии или ручного копипастного кода. Дальше, чтобы поговорить немножко подробнее о том, как вообще писать еще какой-нибудь, например, код, как, например, генерировать более сложные инстансы для ваших HR-кандидата, мы должны вспомнить, как вообще работают с Traverse, в случае, если вам нужно просто что-то вытащить из коллекции, то есть воспринять ваш Traverse, как будто это просто Foldable, и вам нужно вытащить из него кучу типов. У нас, оказывается, используется такой вот специальный const. Это он сам по себе является функтором, если x является моноидом. То есть const, на самом деле, это просто штука, которая аккумулирует x, ему абсолютно все равно на a. Вы можете скомбинировать много разных const от разных типов, самого a в типе const не присутствует. Он просто существует для того, чтобы коллектить в какой-то тип x. И вы можете автоматически, если ваш x моноид, если он композит, если ваше значение склеивается, определить такой вот аппликативный функтор для вашего вот этого вот типа const. Старался на аппликативный функтор, значит, мы можем его в этой роли засунуть какой-нибудь в Traverse. И вот, например, взять такую функцию, которая берет вашу дату, то есть ваш, по сути, кейс-класс, где у вас каждое поле, и воспринимать его просто как коллекцию каких-то значений, коллекцию типа g, примененные к чему-то заранее, вам неинтересные к чему. И взять, вытащить вектор, какой-то список или вектор всех значений, которые там присутствуют. Такой вот пример, как вы, например, можете воспринимать обобщенно для того, чтобы определять обобщенный энкодер, декодер, все это очень просто. Это вот такие вот вещи, которые называются quantified constraints. Это специальное расширение в Haskell, которое позволяет у вас любой type-класс для простого типа данных превратить в некий такой type-класс для type-конструкторов, означающий, что если у меня есть A, если у меня есть экземпляр моего type-класса show для моего типа данных A, значит, у меня есть show для F от A. Это очень важная вещь, которая, по сути, вам нужна для того, чтобы автоматически генерировать экземпляры типа show или вот как энкодеры, декодеры для бессона, для похода в Кассандру и чего угодно, для ваших обычных вот этих вот коллекций и каких-то контейнеров вроде AIDR или чего-то вроде того. Вы можете просто автоматически, просто в какие-то библиотеки напихать вот таких вот инстансов, которые у вас автоматически используют уже имеющиеся инстансы для option, для AIDR, для identity, которые есть в библиотеках, у вас сгенерируют ваши вот такие вот квантифицированные инстансы. То же самое вы можете написать для эквивалентности, для энкодера, даже придумать что-то обобщенное, constraint для любого type-класса TC, для обертки F. И вот, пользуясь такими type-классами, вот здесь пример кода, который генерирует instance show для вашего HHKD, для вашей higher kind of data, примененный к любому вообще showable type-конструктору. То есть у вас вот этот код сгенерирует show и для data от identity, и для data от option, и для data от idr, если левая часть тоже у вас имеет instance show, и для списков, и для векторов, и для чего угодно. Вы получаете вот такой вот код. Вам нужно потребовать достаточное количество инстансов. Скорее всего, вам понадобится как раз ваш имплиситный список всех имен полей, вам понадобится instance show для каждого из поля, и вам потребуется вот этот вот instance квантифицированного, квантифицированного type-класса для вашей обертки F. То есть это identity, значит, что у вас identity может показываться, когда A показывается. Или там, если это option, значит, что option A у вас может принтиться, если A принтится, ну и так далее. Дальше вы просто импортируете этот instance, вы собираете имена полей, вы собираете значения полей, точнее, запринченные все поля, вы берете имя вашей структуры, вы комбинируете имена полей с самими запринченными полями, одно за другим, это будет две стринги, вы собираете их вот такую вот пару, и дальше, имея уже нашу функцию, которая у нас все может собрать, все наши сгенерированные стринки, склеиваете все в одну большую стрингу. К примеру, да, если бы это был энкодер, вы бы все склеивали в JSON, если бы это был декодер, то наоборот, вы бы проходились по каждому полю, вытаскивали из, например, вашего курсора, или из очередного там сообщения, в какой-нибудь там JSON кодеке, вот поле с данным типом заполняли куда-нибудь. То есть все то же самое, вот этот подход можно использовать для вывода практически любых type-классов. При том, что очень важно, что этот instance автоматически работает и для большого количества HKD, которые вы напишите, и одновременно для большого количества type-параметров, которые для него работают. То есть вы один раз написали, обеспечили себя шоу для всех вот этих вот вариантов, комбинаций вашего типа данных и обертки внутри. И поэтому этот код писать не нужно каждый раз. Как выглядит продуктовый код? Ну или код в вашем приложении, не продуктовом, в вашем Hello World. Вы определяете простую структуру данных, дописываете к ней derives craft, то есть то самое, что вам нужно для всей магии, для работы с вашим HKD. Вы определяете базовые type-классы, определяете некий список имен полей, определяете некую вещь, что у вас есть свидетельство о том, что у вас есть шоу для каждого type-класса, здесь может быть дополнительная строчка с энкодером, декодером и так далее. И автоматически получаете все необходимые инстансы для всех возможных вариантов. И дальше вы можете спокойно их использовать внутри вашего кода, просто взяв, сконструировав обычные ваши инстансы и написав шоу. И вы получаете обычный шоу, который вы получили бы и в обычном случае. Если бы это был option, вы получили бы здесь, соответственно, список, который описывал бы, что у вас есть, что нет. Точно так же, если бы у вас был personal list, вы получили бы для каждого поля список возможных значений. То есть автоматически все уже произведено. Достаточно взять одну функцию в библиотеку. Итак, резюмируя. Higher kind of data — это неограниченные специализированные вот такие формы данных для частных задач, которые заставляют вас переставать бороться с шейплессом, забывать о том, что у вас есть типы данных и все такое. Это дополнительная коллекция с именованными элементами, опять же, утилитарные, скорее всего, подобранные специально для вашей структуры данных, чтобы в нужном месте скомбинировать их с чем-то. Такие специальные коллекции, где каждому имени соответствует какой-то результат, который еще и потеган типом соответствующего поля. И, мало того, это автоматически типобезопасный вывод инстансов, потому что то, что мы здесь видели, это, по сути, обеспечивает даже большую типобезопасность, чем, например, Magnolia, которая, по сути, у вас дает секвенс от каких-то там инстансов, и в рантайме вы практически не проверяете, что у вас соответствующий инстанс, он у вас действительно для того типа поля, в котором вы его пытаетесь применить. Часто вы пишете обходной код, который просто игнорирует этот факт, поверяя, что они у вас стоят на соответствующих позициях каких-то секвенсов. Помимо уже указанных произведений, у нас могут быть дополнительные какие-то задачи, у нас может быть ADT и что-то еще такое. Это гораздо более сложная тема, и она пока что не покрывается higher-kind data в текущей форме, для этого нужно сказать что-то гораздо более заумное. Но если у вас есть просто рекурсии, если у вас есть какие-то структуры данных, которые ссылаются на другие структуры данных или на себя с помощью, возможно, в каких-то контейнерах, вы на самом деле можете воспользоваться этим же подходом, просто вот запихнув внутрь эти структуры данных, примененные к identity. Это, в принципе, будет работать для большого количества ситуаций и даст вполне ожидаемый нормальный результат. Все, доклад мой закончен. Вы можете найти меня в нескольких местах в интернете. Вы можете увидеть эти слайды, которые я рассказывал, если я дал к ним публичным доступом, вот по этой ссылке. И вы можете найти код проекта вот в этом репозитории. Здесь будут все объявленные инстансы и заумный код для вывода вот того самого UberType класса Craft. У меня все. Спасибо.